Она снимает аналоговый сигнал, но его сразу оцифровывает. Оцифрованные данные — это дискретные данные, потому что мы не можем в компьютере хранить аналоговый сигнал. Значит, если мы хотим применять при образовании фурьек обработки изображений, видео, еще бог знает чего, то мы должны научиться оцифровывать все это. Вот мы с вами поговорим об этом процессе дискретизации с математической точки зрения. То есть нас не будет интересовать, как это все делается технически, а исключительно формула, как все это делается математически. Так, давайте начнем с тех самых дельта-функций, на которых мы остановились в прошлый раз. Итак, мы с вами можем использовать такую функцию, дельта, давайте, от t минус t0. Этим символом мы с вами обозначаем обобщенную функцию, то есть линейный функционал над основным пространством d, состоящим из функции φ, которые являются гладкими и имеют компактные носители. Вот, соответственно, мы можем условно написать, что интеграл от дельта от t минус t0 φ от t dt равен φ от t0. Это условное обозначение, потому что здесь никакого настоящего интеграла у вас нет. То есть это просто действие дельта-функции на какую-то пробную функцию φ, гладенькую. Так, теперь нам с вами понадобятся некоторые манипуляции с дельта-функциями. И в первую очередь давайте посмотрим, что будет, если к дельта-функции применить интегральное преобразование φ. Ну вот нас интересует обычное дельта от t без сдвига. Как влияет сдвиг на преобразование φ, мы уже знаем. Это легко потом будет восстановить. Так, как вы думаете, во что переходит дельта-функция? Не-не-не. Мы применяем интегральное преобразование φ. Ну, мысленно, давай, ладно, давай напишем. Интеграл от дельта от t е в степени минус i λt, да, dt. Чему это равно? Если я пишу интеграл без пределов, это значит, что по всей прямой. Чему равно? Как это экспонент? Вот у вас определение дельта-функции. Ну, единица, конечно. Но е в степени 0. То есть дельта-функция дает нам значение вот этой второй функции в точке единицы. Ну, по-хорошему мы, конечно, должны еще разбить на вещественную минимумиемую часть, но я думаю, что это можно сейчас и не делать. Так, следующий вопрос, более сложный. Единица во что отображается при преобразовании Фурье? Имеется в виду, что должна получиться какая-то обобщенная функция. То есть в обычном смысле, как просто константа единица, мы не сможем такой сигнал преобразовать. Потому что справа получится расходящийся интеграл в обычном смысле. Но здесь мы напишем некоторый образ Фурье, который мы будем понимать как обобщенную функцию. Для этого нужно вспомнить свойства симметрии для интегрального преобразования Фурье. Мы с вами его в прошлый раз обсуждали. Если дельта переводится в единицу, то во что переводится единица? 2П делить, умножить на дельта от минус лямбда. Вот так вот должно получиться. Но для дельта функции этот минус ни на что не влияет, поэтому получается просто 2П дельта от лямбда. Давайте запомним эту формулу. На самом деле формула очень нетривиальная. Как мы ее должны понимать? Мы ее должны понимать в обратном отображении. То есть вот эта функция при действии обратного преобразования Фурье должна дать нам единичку. Причем равенство мы должны понимать в смысле обобщенных функций. Давайте распишем это подробнее. То есть если мы возьмем любую функцию φ, φ от Т из класса D, это финитная бесконечно гладкая функция. Дальше мы берем обратное преобразование Фурье от всего вот этого. То есть единица на 2П. Интеграл от 2П дельта от лямбда. Е в степени минус И лямбда Т д лямбда. Да, без минуса, прошу прощения. С плюсом. Так, что это такое получилось? Ну, в принципе, нам даже φ не понадобилось. Мы в таком подходе даже без φ обошлись. Это мы с вами обратное преобразование построили вот в этой вот части. Ну, опять у нас получится единица. Так, это мы с вами доказали эту формулу справа налево. Хотя, конечно, доказательство так себе. Потому что мы использовали обобщенные функции, с которыми мы очень плохо пока работаем. Вот если мы слева направо будем это все преобразовать, то ситуация будет намного более страшной на самом деле. Можете на досуге попробовать расписать прямое преобразование Фурье для единицы. Посмотрите, что там получится. У вас будет некоторая проблема, связанная с тем, что интегралы будут расходящиеся. Но это вас не должно пугать, потому что нужно понимать, что то, что у нас получается в ответе, должно быть обобщенной функцией. И надо понимать ответ именно как обобщенную функцию. То есть нажать еще на φ. Но мы с вами сейчас это делать не будем, потому что это уже выходит за рамки нашего курса. Нам главное использовать вот эти две формулы для прямого обратного преобразования. Так, следующий момент, который нам понадобится. Нам с вами нужно будет дельта-функцию использовать в свертках с другими функциями. То есть нас будет интересовать, давайте возьмем любую функцию F, ну, например, из класса D для простоты. То есть она тоже будет гладкая и аффинитная. И попробуем функцию F свернуть с дельтой. При этом мы используем обычное определение свертки, которое у нас уже раньше было. Так, значит, F со звездой от дельта от какого-нибудь там, ну, S, например. Вообще говоря, это будет обобщенная функция. Но мы сейчас увидим, какая. Так, как определяется свертка? Так, интеграл от F от S минус tau, дельта от tau до tau, да? Это формальное определение свертки. Мы свертку использовали раньше для обычных функций, но оказывается, что для дельта-функции тоже можно это делать. Если захотите доказать, то это всегда можно сделать через дельтообразную последовательность. То есть на любой вопрос, как доказать что-то с дельта-функцией, ответ стандартный. Берем дельтообразную последовательность, для дельтообразных функций доказываем нечто похожее, а потом делаем предельный переход. Мы каждый раз это делать не будем, потому что это каждый раз сложная вычислительная задача. Поэтому мы здесь используем некоторые знания, которые используются без доказательства. Что будет в ответе? Чему равен этот интеграл? Ф от С, конечно. Отсюда мы с вами доказали одну очень простую формулу, что F свернутое с дельты равно F. Это очень известный факт, говорящий о том, что дельта-функция является нейтральным элементом относительно операции свертки. То есть мы на нее можем сворачивать какие-то другие функции или обобщенные функции, и ничего не изменится. Запомните это. Это свойство нам тоже понадобится. Дальше мы будем работать с рядами из дельта-функций. Они нам понадобятся как раз для дискретизации сигнала. Давайте на это все посмотрим. Мы введем так называемую грибневую функцию. Так, грибневая функция, мы ее будем обозначать d дельта-т от t. Здесь дельта-т – это некоторый параметр, положительное фиксированное число. Так, грибневая функция будет равна сумме ряда по k от минус бесконечности до плюс бесконечности. Дельта от t минус k на дельту t. Это определение грибневой функции. То есть это ряд из дельта-функций с разными сдвигами. Нам с вами нужно будет сегодня изучить некоторые свойства этой функции. В частности, мы найдем ее образ в рье. Но мы это не сразу сделаем. Это довольно-таки нетривиальная задача. Вот, ну и потом мы будем использовать ее для обработки сигнала. Так, давайте сразу поговорим о том, зачем нам эта функция нужна. Первая операция, в которой будет задействована грибневая функция, это дискретизация, собственно. Итак, операция дискретизации предполагает, что вы должны взять ваш аналоговый сигнал, то есть некоторую непрерывную функцию, и умножить ее на грибневую функцию. Итак, мы берем f от t. t принадлежащая r. Будем предполагать, что f непрерывно и быстро убывающая при t стремящемся к плюс-минус бесконечности. Вот это условие, оно у нас будет сегодня везде предполагаться выполненным. Я каждый раз не буду о нем говорить заново. То есть мы не будем в каждой формуле снова вспоминать о том, что f должна быстро убывать. Это условие нужно для того, чтобы все интегралы, которые у нас будут встречаться, сходились бы. Итак, у нас есть вот такой бесконечный непрерывный сигнал. Мы с вами берем и строим некоторый новый сигнал. Мы его обозначим f delta t от t. Это результат дискретизации исходного сигнала. И это будет равно f от t умножить на сумму по k от минус бесконечности до плюс бесконечности delta от t минус k delta t. То есть умножим сигнал на гребневую функцию. Давайте посмотрим, что у нас в итоге получится. Мы с вами понимаем, что мы умножили delta функции на какую-то обычную функцию. На самом деле умножать на какую угодно функцию нельзя delta. Это на самом деле очень неприятная операция. Вот здесь мы, наверное, даже формально должны написать, что f принадлежит c бесконечность. Потому что в теории обобщенных функций мы без каких-либо дополнительных предположений можем умножать обобщенные функции только на бесконечно гладкие. Почему это так, мы сейчас не будем обсуждать. Это просто связано с определением этой операции умножения. Давайте выясним, что у нас получается в итоге. Это у нас какая-то обобщенная функция. Мы умножаем на обычную функцию. Результат – это тоже обобщенная функция. Давайте я отдельно запишу, что это будет за обобщенная функция. Для того, чтобы понять, что это за функция, нам нужно взять пробную функцию φ и подействовать вот этой обобщенной функцией на φ. То есть нам с вами нужно посчитать fΔT. Я не буду писать от t, но пишу лучше от φ. Это обобщенная функция, которая подействовала на обычную функцию φ. И мы это можем записать как интеграл от φ от t, f от t на сумму δ от t минус k δt по k от минус бесконечности до плюс бесконечности dt. Интеграл – это всего-навсего условное обозначение для действия линейного функционала. То есть настоящего интеграла там на самом деле нет. Чему будет равно это выражение? Опять нужно вспомнить, что такое дельта функция. Что получим в итоге? Мы можем сумму вынести, да? Чтобы у нас там уже отдельные дельта функции действовали. Что получится под суммы? Да, φ от k δt на f от k δt. Но мы не остановимся на этом результате промежуточном, а напишем еще одну формулу. Интеграл от φ от t на сумму пока от минус бесконечности до плюс бесконечности f от k δt дельта от t минус k δt dt. По тем же самым соображениям из определения дельта функции мы получаем второй переход. но теперь мы видим, что вот эта дискретизированная функция f δt это на самом деле вот это вот все заключенное в скобке. То есть вот здесь внизу мы могли бы написать, что функция f δt от t это на самом деле выражение вида k от минус бесконечности до плюс бесконечности f от k δt на дельта функцию от t минус k δt. Вот то, что мы смогли вывести сейчас. Выводили через определение обобщенной функции. Так, что мы получили из этой формулы? Вот это и есть процесс дискретизации. Вы видите, что мы избавились от значения функции в каких-то промежуточных точках, а теперь считаем функцию только в дискретных точках k δt, в так называемых отсчетах. Вот такую ситуацию мы с вами будем обычно изображать графически. Так очень просто понять, что там творится с функцией. По крайней мере, пока мы выводим формулы. Картинка здесь будет примерно такая. Вот исходная ситуация. Это ваша функция f в зависимости от t. Это аналоговый сигнал исходный. А в результате дискретизации мы переходим к новому дискретному сигналу f δt. От t. Вот этой функции у нас больше нет, зато у нас есть вот такие вот импульсы. Мы их будем рисовать в виде стрелочек. Это как раз и есть то выражение, которое мы только что доказали. Графически мы его будем интерпретировать вот так. Соответственно, по оси абсцисс у нас получается 0 δt, 2 δt и так далее. Здесь слева минус δt, минус 2 δt и так далее. Это дискретизированный сигнал. Нам с вами нужно дальше попытаться этот дискретизированный сигнал подвергнуть интегральному преобразованию Fourier. посмотреть, что из этого получится. Но мы не будем сразу пытаться его посчитать. Это довольно сложно. Теперь мы минут на 10 забываем про дискретизацию, про первый пункт и перейдем к другой операции. Мы попробуем опять снова взять функцию f. Давайте сразу напишем, что это функция из c-бесконечность, быстро убывающая. То есть такая же, как и в предыдущем пункте. И мы будем не умножать ее на гребневую функцию, а сворачивать с ней гребневую функцию. Результат мы обозначим f δt с нулем. Вот t. Это просто временное обозначение, мы от него потом избавимся на самом деле. Так, результат операции свертки. То есть f, свернутая с d δt от t. Нас с вами будет интересовать вот такая операция. Мы хотим ее сейчас расписать и тоже графически ее проинтерпретировать. Так, давайте посмотрим, что это такое. Да, как называется пункт b я специально не написал, потому что мы это с вами сейчас увидим из графической интерпретации. То есть у нас там потом еще появится подзаголовочек небольшой. Так, как это описать? Что это такое? Интеграл от f от t минус s, да. Сумма по k от минус бесконечности до плюс бесконечности, δ от s минус k δt ds. Что дальше? Сумму выносим. А там внутри мы получаем много-много интегралов с дельта функциями, причем сдвинутыми. Каждый интеграл будет равен вот этой функции, где вместо s мы должны подставить k δt в соответствии с определением дельта функции. То есть мы получаем f от t минус k δt. Вот результат действия этой операции. Так, мы готовы теперь проинтерпретировать то, что у нас получается графически. Я вот эту картинку уничтожаю. Здесь нарисуем новую картинку. f δt 0. Так, я по-прежнему нарисую вот эту исходную функцию. Как вы думаете, как теперь выглядит новая функция? Какое свойство есть у этой функции? Как вы думаете? Вот если посмотреть внимательно на эту формулу. Каким свойством обладает построенная нами функция f δt 0 от t? Это черная? Нет. Ну, это просто на картинке она там черная какая-то получилась. Я мог там какую-нибудь киргозябру нарисовать. Может, а можем в индекс? Можем, да. А к чему это приведет? Правильно, правильно. Но каков ответ-то? Что это за свойство? Если мы можем... Ну, давайте, ладно, распишем. f δt 0 от t плюс δt. Вот нас интересует такая величина. В соответствии с только что выведенной формулой мы получим сумму по k от минус бесконечности до плюс бесконечности f от t минус k минус 1 на δt. А дальше вы верно сказали, что можно индекс как угодно менять. Сдвигать, переворачивать и так далее. Ну вот мы здесь его сдвинем просто на единичку. Если сдвинуть индекс на единичку, то ничего не изменится. Согласны? Что за свойство? Периодическое, да. Итак, мы доказали, что... Давайте я все-таки допишу до конца. Это f δt 0 от t. Следовательно, f δt 0 от t будет периодическое с периодом δt. Вот это промежуточный результат, который мы с вами сейчас получили. А теперь картинка. Возвращаемся к картинке. Как выглядит функция? На самом деле мы должны взять вот этот вот пик и попытаться его влево-вправо двигать с шагом δt, а потом складывать все вместе. Вот давайте я нарисую, что получится. Я специально возьму большой шаг δt, чтобы у нас картинка была более-менее красивой. Вот мы размножили этот пик влево-вправо. Вот здесь между этими вершинами будет расстояние δt. То есть это точка минус δt, а вот это точка δt. Но у нас еще и суммирование идет, поэтому итоговая функция на самом деле не просто эти пики, а вот какая-то вот такая вот их сумма будет. Вот это и есть геометрическая интерпретация нашей операции. Ну и мы будем условно называть эту операцию размножением с периодом δt. То есть получается, что мы с вами начали вот этот пик размножать влево-вправо с периодом δt, но еще и с дополнительным суммированием. Что это за суммирование, мы с вами узнаем чуть позже. На самом деле вот если у вас эти пики действительно суммируются, то это приводит к тому, что вы теряете информацию в сигнале. И чуть позже мы увидим этот эффект, попытаемся его оценить с математической точки зрения. Что случилось? Так, смотрите, что у нас получается из этой картинки. Я нарисую еще одну картинку. Чтобы сравнить уже нарисованную картинку и некоторую новую. Вот если бы у нас исходный сигнал выглядел бы вот так. То есть какой-то всплеск, а потом везде ноль. То в результате размножения с периодом δt мы бы получили нечто вот такое. То есть он просто размножился по периоду без суммирования. Именно потому, что у нас вот здесь везде нули. Никакого суммирования нет. А там наверху просуммировалось. Что это означает с точки зрения обработки сигнала? Вот когда мы, например, интерпретируем его как звук или видео. Вот здесь мы с вами получаем, что мы просто продублировали один и тот же сигнал много раз. В принципе мы можем взять и вот так вот его отфильтровать. И получается исходный кусочек сигнала. То есть в принципе можно считать, что вот это размножение получилось без потери информации об этом сигнале. А в этом случае наверху потери есть всегда. Потому что у вас сигналы размноженные начали суммироваться между собой. Вот это так называемый эффект лайзинг. Очень известный. Как раз связанный с погрешностями, которые возникают при размножении сигналов. Вот этот самый лайзинг всегда есть в реальных системах обработки видео или звука. Он всегда там присутствует. Потому что вы никогда не найдете вот такую спектральную характеристику сигнала. У нас сигнал, реальный сигнал обычно неограниченный по времени. Имеется в виду спектр у него неограниченный. Вот поэтому вот с этим эффектом мы с вами еще будем бороться в будущем. Пока мы только посмотрели, откуда он в принципе может взяться. Но как он будет влиять на сигнал, мы увидим чуть позже. И вы на самом деле увидите это самостоятельно, когда будете делать задание практику. У вас там тоже будет один из пунктов задания заключаться будет как раз в иллюстрации этого эффекта лайзинга. По-русски это называется эффект наложения спектра. Сейчас мы подробно об этом эффекте ничего говорить не будем, потому что мы пока еще не поняли, зачем нам вообще нужно было чего-то размножать. Мы просто ввели некоторую операцию. А дальше мы будем исследовать эту операцию. Нам по-прежнему интересно посмотреть на образ Fourier от дискретизированного сигнала. Соответственно, возвращаемся к вот этой функции fΔT0 от t. Это у нас размноженный сигнал с периодом ΔT. Так, мы с вами уже выяснили, что этот сигнал периодически, с периодом ΔT. Что мы умеем делать с периодическими сигналами? Что, естественно, сделать с периодической функцией непрерывной? Ну, конечно же, найти для нее ряд Fourier. Мы же с вами говорили о том, что любую периодическую функцию можно разложить в ряд Fourier, которая в каком-то смысле сходится к ней. В каком именно мы тоже говорили. Значит, мы функцию fΔT0 от t можем представить в виде ряда. Сумма по k от минус бесконечности до плюс бесконечности. cKt. Так, ну и здесь будет E в степени π и k от t делить на ΔT. Ничего не забыл. ΔT это у нас интервал, по которому мы раскладываем, подсчитываем коэффициенты. Ну, π у нас получается, t есть, k есть. Все вроде на месте, да. Чему равны коэффициенты Fourier, cKt? Здесь имеется в виду, что мы используем комплексную форму записи. Это то, о чем мы говорили на самой первой лекции. Комплексная форма записи для ряда Fourier. У нас получается 1 делить на ΔT. Интеграла с минус ΔT пополам до ΔT пополам. Мы можем здесь делать любой отрезок длины ΔT. Неважно, по чему именно мы будем интегрировать. Давайте вот, например, по такому отрезку. Так, и здесь получается fΔT0 от t. Функция, которую мы пытаемся с вами сейчас представить в виде ряда Fourier. Е в степени минус π и kT на ΔT от dt. Эту формулу мы с вами выводили на самой первой лекции. Надо просто вспомнить, что у нас там было. Сейчас мы ее используем уже готовую. Давайте почитаем эти коэффициенты цикаты. Так, получается интеграл от минус ΔT пополам до ΔT пополам. fΔT0 от t. Это у нас сумма по k от минус бесконечности до плюс бесконечности. f от t минус k ΔT. e в степени минус пи и kT на ΔT под dt. Так, теперь предлагается сделать здесь следующее. Во-первых, поменять местами сумму интеграл. Во-вторых, под интегралом сделать замену переменной. То есть мы t минус k ΔT заменим на новую переменную s. У нас получается единица делить на ΔT. сумма по k от минус бесконечности до плюс бесконечности. Интеграл. Так, а чего до чего будет интеграл теперь? Если новая переменная это s. Ну зачем так сложно? Минус ΔT пополам минус k на ΔT просто, да? И сверху, соответственно, ΔT пополам минус kΔT. Так, и под интегралом у нас остается f от s. e в степени… Так, вот здесь подставляем вместо t s плюс k ΔT. То есть остается e в степени минус p и kS на ΔT. Но будет еще одна экспонента. Умножить на e в степени минус… У нас с вами ΔT там сокращается. Поэтому получается p и k квадрат. k квадрат. Кажется так, да? Кстати, не очень хорошо. Наверное, у нас получилось. Да, прошу прощения. У нас индекс один и тот же задвоился. k в двух разных ипостасях. Давайте я какой-нибудь k заменю на m. Потом с вами запутаемся. Вот здесь m теперь. Здесь m. Здесь m. Здесь тоже m. А вот в экспоненте осталось k. В том-то и дело. Здесь у нас m. Здесь. Здесь k. А вот здесь должно получиться произведение. m на k. Чтобы этого страшного квадрата не было. Вот. Теперь верно. Скажите мне, чему равно вот это выражение? m. Чему равно это выражение? Почему минус 1? Ну, да Так, а мы с вами еще кое-что забыли Что мы забыли в формуле для коэффициента? Там еще, на самом деле, двоечка должна быть Вот такая Теперь чему это равно? Теперь это просто единица, да Вот теперь у нас должна получиться правильная формула для коэффициента Так, у нас получается единица делить на дельта t Теперь смотрим на интегралы Да, я забыл дт написать ДС Смотрим на эти интегралы Скажите мне, во что они превращаются, если мы суммируем по всем m от минус бесконечности до плюс бесконечности? Обратите внимание, что зависимость от m исчезла внутри Там больше ничего нет Во что превратится сумма интегралов? Да, интеграл по всей прямой То есть мы можем написать интеграл от минус бесконечности до плюс бесконечности f от s е в степени минус 2 pi ks на дельту t ds На что это похоже? Ну, на интеграл фурия, да То есть мы получаем итоговое выражение Единица делить на дельту t f большое от Вот в какой точке нам нужно подсчитать преобразование фурия? 2 pi k делить на дельту t Да, вот так вот С плюсом Хорошо Вот мы с вами подсчитали, что на самом деле коэффициент в ряде фурия может быть выражен через интегральное преобразование фурия Теперь мы это можем поставить в верхнюю сумму Давайте я прям здесь напишу, что у нас получается, что функция f дельта t 0 от t будет равна вот такой сумме по k от минус бесконечности до плюс бесконечности Коэффициент единицы на дельта t мы выносим А там остается f большое от 2 pi k на дельта t e в степени pi kt на дельта t 2 pi Так, хорошо Все, мы с вами вывели основную формулу для коэффициентов фурия Теперь коэффициенты фурия я стираю Все это все переписали, посмотрели Вот выражение для цикадов я стираю Мы с вами возвращаемся вот к той верхней формуле Будем ее пытаться проинтерпретировать Так Так Что мы можем сказать из этой формулы Какие полезные свойства получить Давайте сделаем первое замечание Пусть f от t это на самом деле дельта функция Это, конечно, не очень корректно Потому что мы с вами вначале говорили, что f от t должна быть непрерывной, гладкой, быстро затухающей Дельта функции таковой не является Но вы можете приблизить ее при помощи дельтообразной последовательности А там как раз эти свойства будут выполнены Что получится после подстановки? Ну, в левой части что будет? f дельта t0 от t это свертка, да? Дельты функции с грибневой Просто грибневая, да d дельта t от t в левой части А в правой Что исчезнет? Интеграл Ну, при базовании Fourier, да, исчезнет Так, не нужно А, нет, нужно, нужно Сумма по k от минус бесконечности до плюс бесконечности То есть только экспоненты останутся Ну, вот есть такая формула Она не очень обычная Потому что ее нужно воспринимать как равенство обобщенных функций Если вы будете просто суммировать Вот то, что у вас написано в правой части То ничего хорошего у вас из этого не получится Так, хорошо Следующее, что нам нужно сделать Давайте попробуем теперь Получившуюся функцию f дельта t0 от t Умножить на какую-то еще одну функцию И применить преобразование free Вот такой не очень очевидный факт То есть мы берем функцию g от t На нее наложим такие же ограничения, как на f То есть как минимум она должна быть очень быстро убывающей Дальше мы возьмем функцию g от t f дельта t0 от t И к этой функции попробуем применить преобразование free То есть написать, чему это все будет равно Мы с вами сейчас это посчитаем Вот здесь я пока оставлю свободное место И давайте подсчитаем, что же там получается Так, нас с вами интересует Интеграл от g от t f дельта t0 от t e в степени минус i от t лямбда dt Прямое преобразование free, интегральное Подставляем сюда f дельта t0 от t Из только что найденной формулы Получается 1 делить на дельта t Сумма по k от минус бесконечности до плюс бесконечности Я сразу сумму выношу за интеграл И внутри у нас остается интеграл Давайте еще f большой вынесем f большой от 2πk делить на дельта t вынеслось Так, и остался интеграл от g от t e в степени минус e в степени минус и t лямбда И e в степени 2πk t на дельту t По dt Так, считаем это На что похоже выражение под интегралом? Что это такое? Ну, имеет смысл объединить эти экспоненты вместе Вот это вот все вместе будет e в степени минус и t Вынесем общий множитель А общий множитель у нас будет Вида То, что останется после выноса общего множителя Это лямбда минус 2πk делить на дельта t Да, у нас снова получилось прямое преобразование for e Для функции g То есть, ну, на самом деле я могу сразу ответ выписать Я не буду одно и то же по 10 раз писать Давайте вот сюда вернемся и выпишем ответ У нас получается 1 делить на дельта t Сумма по k от минус бесконечности до плюс бесконечности f большое от 2πk делить на дельта t g большое от лямбда минус 2πk делить на дельту t g большое это образ for e То есть интеграл for e от функции g малая Но мы должны все это в точке лямбда минус 2πk на дельта t подсчитать Так, хорошо, вот мы вывели эту страшную формулу А теперь мы из нее будем получать некоторые следствия Мы сюда подставим специальные значения g и f Пусть g от t равно единице, а f от t равно дельте Как вы думаете, что получится? В левой части и в правой Да, на самом деле, конечно, такая постановка не очень корректна Потому что мы, помните, говорили, что g должна быть быстро и убывающей Здесь снова нужно интерпретировать эту формулу в смысле обобщенных функций То есть нужно, на самом деле, эту дельничку как-то аппроксимировать В левой части Так, хорошо, в левой части мы получили d дельта t от t Гребневая функция В правой части Сумма по g у нас меняется на 2π дельта функцию g заменяется на 2π дельта функцию Да, а f Нет, не на экспоненту А вы отводите? А? Нет Просто на единицу Ну, дельта функция во что отображается? В самом начале сегодняшней лекции было Так, вот мы используем здесь как раз те две самые, две формулы, которые были в самом начале лекции f большое заменяем на единицу g большое заменяем на 2π дельта от А дельта от чего, кстати говоря? Вот этого всего, да? Значит, мы получаем 2π делить на дельту t Сумма по k от минус бесконечности до плюс бесконечности И здесь у нас получается дельта от лямбда минус 2π k делить на дельту t Такое выражение На что похоже? На грибневую функцию Да, вот мы с вами доказали очень важное соотношение Что грибневая функция снова переходит в грибневую функцию Но специального вида Так вот давайте отметим это соотношение Оно нам еще много-много раз понадобится Итак, мы доказали, что грибневая функция d дельта t от t с шагом дельта t В результате интегрального преобразования фурьера снова переходит в грибневую функцию Но уже с шагом дискретизации 2π делить на дельта t И с дополнительной добавочкой Амплитуда меняется Умножается на 2π делить на дельта t Хорошо Теперь мы можем использовать этот результат В том первом пункте, с которого мы сегодня начинали Помните, мы с вами сегодня начинали с дискретизации И теперь мы можем вернуться к дискретизации И использовать там вот эту формулу Для образа фурьера от грибневой функции Итак, возвращаемся Нам с вами нужно построить функцию f дельта t от t Это дискретизированная функция Чем она была равна? Кто помнит? Ну просто f от t умножить на грибневую Ничего сложного Так, я напоминаю, что это естественный процесс дискретизации сигнала Это то, что происходит в любом устройстве С которым мы работаем В камере, телефоне, везде, где угодно Нам с вами сейчас нужно посмотреть Что будет со спектром То есть преобразованием фурья Вот этого дискретизированного сигнала Поэтому берем и выписываем Во что же это все превращается Мы можем теперь ответить на вопрос Каков будет образ фурьера От такой дискретизированной функции Для этого нужно использовать вот эту формулу Которую мы только что с вами вывели Так, давайте вспоминать Свойства преобразования фурьера То, что мы проходили в прошлый раз Произведение двух функций Во что отображается при преобразовании фурья 2π на свертку Да, только 2π где должно быть? В знаменателе Итак, мы сразу можем выписать Из свойств интегрального преобразования фурья Что у нас получается 1 на 2π f большое, свернутое с вот этой функцией То есть 2π делить на дельту t d 2π делить на дельта t Я не буду аргумент писать И все это от лямбда И дальше нам нужно просто Проинтерпретировать эту формулу Посмотреть, что же такое получилось В правой части Ну мы получаем единицу на дельту t Это некоторые множители, выносящиеся за скобки А там у нас получается f, свернутое с d 2π на дельту t Но мы с вами сегодня уже Использовали такую операцию Что за операция? Что получается при сворачивании функции С грибневой функцией Размножение, да Это то, что мы с вами обозначали f 2π делить на дельта t с ноликом Это лямбда Размножение сигнала, но уже с периодом 2π делить на дельта t Так вот, самый важный результат Который мы с вами сегодня смогли получить Теперь давайте получим отсюда Некоторые следствия Давайте предположим Рассмотрим частный случай Предположим, что спектр исходного сигнала Был ограничен То есть пусть существует Какое-то лямбда большое Такое, что f от лямбда равно нулю Для любых лямбда Таких, что модуль лямбда Больше ли равен, чем лямбда большая То есть Исходный сигнал обладает тем свойством Что его спектр локализуется На отрезке от минус лямбда до лямбда В реальной жизни такого не бывает Обычно у вас спектр сигнала Будет размазан по всей числовой прямой Но Для большинства важных случаев Мы можем просто взять и отрезать Эти бесконечные хвосты Со спектром Считать, что наиболее важная для нас Часть спектра Локализована на некотором отрезке Поэтому Такую величину лямбды Мы будем считать сейчас известной Заданной Так, дальше Мы нарисуем картиночки Давайте вернемся к графической интерпретации Предположим, что вот у нас был Некоторый спектр F от лямбда Да, я так должен нарисовать Так, ну вот это у нас Минус лямбда большое Лямбда большое Дальше мы по этой функции Строим Вот этот результат Размножения спектра То есть функцию F2P делить на Дельта Т 0 от лямбда Как она будет выглядеть Мы хотим, чтобы у нас не было Эффекта наложения спектра Чтобы у нас информация не потерялась Значит, мы должны подобрать Шаг дискретизации Дельта Т Так, чтобы у нас вот эти горбы Не наложились друг на друга Эта задача легко решается графически Давайте мы нарисуем, что у нас должно получиться Вот размноженный спектр Да, обратите внимание, что он не просто размножился Он еще и Отмасштабировался слегка Вот если здесь Была величина Допустим А большое То здесь что у нас получилось Какая максимальная амплитуда Ну, там получается А делить на Дельта Т Это вот Вот это вот Дельта Т, которая Сюда привязла То есть мы должны с учетом Этого масштабирования Нарисовать Так Дальше Следующий момент Мы с вами знаем, что Расстояние между Ну, например, вот этими Точками характерными Чему равно? Почему Дельта Т? 2П делить на Дельта Т И мы можем легко вывести Условие отсутствия Эффекта наложения спектра Итак, наложения спектра Не будет, если Как связано между собой 2П делить на Дельта Т И лямбда большая Так, вот это у нас Лямбда большая Какое соотношение Мы должны написать То есть вот это вот 2 лямбда большая 2 лямбда большая Что должно быть больше? Какая величина больше? Ну, если 2П на Дельта Т То вот этот спик Он вправо поедет Но лямбда останется на месте То есть здесь будет просто разрыв Дырка такая нулевая Но ничего страшного Поэтому вот так Можно написать А если наоборот Уменьшить 2П на Дельта Т То вот этот Второй горб Он влево поедет И произойдет наложение спектра Начиная с какого-то момента Вот мы получаем Такую замечательную формулу Но мы можем ее переписать Как Дельта Т Меньше чем Пи делить на лямбда большую Это очень известное соотношение И он называет Частотой дискретизации Найквиста Частота Найквиста То есть получается Что если мы знаем Откуда-то Что спектр нашего сигнала Ограничен То мы можем Из этого простого неравенства Определить С каким шагом Нужно дискретизировать То есть Дельта Т Должен быть очень маленьким Получается, что если Мы хотим Чтобы никакая информация Не потерялась Чтобы у нас не было Наложения спектра То мы должны Сделать Дельта Т Меньше чем Некоторая константа И чем меньше будет Дельта Т Тем чище будет наш сигнал Тем более качественным он будет Но это правда приводит к тому Что он у вас Дает большее число отчетов То есть больше памяти будет Пожирать Вот соответственно Мы с вами получаем Первое важное следствие Из всей этой теории Давайте будем дальше Предполагать, что Пока, по крайней мере Вот это условие С частотой на Эквиста У нас выполнено И попробуем Из дискретизированного сигнала Его преобразования в Фурье Выделить исходный спектр То есть у нас задача такая Нам известно Выражение Единица на Дельта Т Ф 2П делить на Дельта Т С нулем от лямбда Нам нужно найти Ф от лямбда То есть вы взяли Дискретизированный сигнал Его обработали Получили спектр Как из этого спектра Обратно найти Спектр исходного сигнала Без дискретизации Давайте решим Такую подзадачу Она для дальнейших Наших рассуждений Не очень важна Но мы с вами При помощи этой задачи Сейчас выведем Одну полезную формулу Так, смотрим на картинку Что нужно сделать У вас размноженные горбы Без наложения спектра То есть они не модифицировались Никак Вот, ну Амплитуду изменившуюся Мы очень легко учтем Просто на дельта d намножим Как выделить один горб? Ну да, нам нужно просто Все остальные горбы убить То есть мы берем функцию Единица Не единица Давайте я сразу напишу Левую часть f дельта t От t Умножить на дельта t Это мы с вами Избавились от масштабирования Амплитуды От изменения амплитуды Так, вот здесь я еще Оставлю свободное место Мы его потом заполним Чем-нибудь А в правой части Мы напишем f 2p делить на дельту t 0 от лямбда И вот эту штуку Мы с вами умножим На h Лямбда От лямбда Я сейчас поясню, что это такое Вот здесь пока Что-то еще пустое Мы сюда кое-что допишем Вот h лямбда от лямбда Это так называемая Оконная функция Оконная функция Она нам с вами еще Много раз понадобится Мы на самом деле С ней уже встречались h лямбда от лямбда Это единица Если модуль лямбда Меньше или равен Лямбда большой И 0 Иначе Ну то есть вы видите По картинке Что если мы умножим Вот эту размноженную функцию На оконную То как раз выделится Средний горб А все остальное исчезнет Обнулится Так, вот здесь мы должны Что-то еще добавить Давайте вспомним Если мы хотим На выходе преобразования Фре получить Произведение двух функций То что должно быть слева Свертка, да Значит мы здесь пишем Свертку с какой-то функцией h лямбда от t Мы сейчас ее подсчитаем На самом деле Эту функцию мы уже Когда-то считали Мы могли бы использовать Готовые результаты Но лучше заново посчитать Так, это наверное Нам уже не нужно Давайте подсчитаем функцию h маленькая от лямбда От t У нас получается Единицы делить на 2π Поскольку это обратное преобразование Фре Интеграл от Минус лямбда большой До лямбда большой Е в степени И лямбда t Д лямбда Так, мы получаем Единицу на 2π Единица на Иt Е в степени И лямбда t В пределах от Минус лямбда до лямбда И у нас будет 2π и t Так, что там получится С комплексной экспонентой Если ее брать в точках лямбда И минус лямбда Какие части, вещественные или мнимые, обнулятся? Почему мнимые? Вещественные, конечно Там косинусы, четные функции Косинусы уйдут А мнимые части нам дадут 2i на синус Лямбда большой t Нет Чего-то я не то написал Нет, то все правильно Так И Давайте еще раз преобразуем У нас получается Синус Лямбда t Делить на Пи t Что за функция такая? Синус Нет, не интегральный Этегральный синус мы с вами чуть позже узнаем Это кардинальный синус Единица делить на Лямбда делить на пи Кардинальный синус От Лямбда t Не путайте его с интегральным синусом Интегральный у нас тоже появится Чуть-чуть попозже Так, мы с вами выяснили Что вот здесь, в левой части Должен стоять Кардинальный синус Так, а теперь скажите мне Что на самом деле Должно появиться в левой части Вот чему равно Все, что мы здесь написали В левой части Я, к сожалению, картинку уже стер Но Я думаю, что вы и без нее догадаетесь Смотрите, у нас Вот здесь было Размноженное Выражение для спектра А здесь мы От него один горб отрезали Средний Что вот это такое на самом деле В правой части Ну почему сумма функций Ну и в большую от лямбда Да, исходный спектр Ну у вас был размноженный спектр А мы от него только один период отрезали Значит получится Операция обратная Размножению Тогда что в левой части стоит Почему 2п Откуда 2п Ну сама функция Да, f от t То есть на самом деле Вот эта вот наша манипуляция Перевела к тому, что мы слева Получили обычную исходную функцию f от t А давайте теперь запишем эту формулу Что же мы на самом деле доказали Мы с вами показали, что f от t Любую функцию f Можно представить в виде f Δt Вот Не буду писать от чего Свернутую с h лямбда От t И умножить на дельту t Вспомним определение свертки Так, у нас получается Дельта t Умноженная на Давайте всю константу сюда вынесу Дельта t Лямбда делить на π Такая общая константа у нас выносится Так, что такое f дельта t у нас было Что это? Какая сумма? Сумма по k от минус бесконечности до плюс бесконечности f от k дельта t На дельту от t минус k дельта t Да? Это дискретизация Так, и мы ее сворачиваем с кардинальным синусом Да, я здесь зря написал t Здесь будет s какой-то Это тот аргумент, по которому мы сейчас будем интегрировать Так, и все это мы должны умножить на кардинальный синус В точке лямбда t минус s Чему равно это выражение? Как найти интеграл? То есть мы переставляем местами интеграл и сумму А интеграл можем подсчитать Чему он равен? f от k дельта t на кардинальный синус от лямбда t минус k дельта t Мы с вами только что доказали так называемую интерполяционную формулу Котельникова-Шанона Вот это вот все Ну, без промежуточных результатов, конечно Интерполяционная формула Котельникова-Шанона Какой смысл этой формулы? На самом деле это некоторый фундаментальный факт из-за теории обработки сигналов Он имеет не очень много прикладной пользы Но он просто важен для нас как некоторая базовая идея Вот здесь у нас дискретизированный сигнал f от k дельта t То есть вы взяли аналоговый сигнал Его порезали с каким-то периодом дискретизации Получили отчеты И вот формула Котельникова-Шанона Говорит нам о том, что Если мы будем дискретизировать с частотой Найквиста То есть выполнены вот те предыдущие наши предположения То мы сможем по отчетам восстановить точно, без какой-либо погрешности исходный сигнал То есть получается, что в идеале процесс дискретизации не дает нам никакой потери информации То есть мы вроде бы как какую-то непрерывную функцию нарезали на кусочки Взяли только в отдельных точках ее значения Но оказывается, что какая бы это ни была функция Мы все равно получим через эту формулу ее исходное значение Конечно, здесь есть много но Но, во-первых, связанное с частотой Найквиста Я вам уже говорил, что в реальности не существует таких сигналов Ну или почти не существует У которых спектр ограничен То есть уже на ограничении спектра мы получаем некоторую погрешность Потому что реальный сигнал мы будем фильтровать и ограничивать спектр Соответственно, уже какие-то проблемы будут Ну и кроме того, по этой формуле не очень удобно считать на самом деле на практике Поэтому, как правило, этот интерполятор не используют Вы из численных методов знаете более качественные методы интерполяции Поэтому здесь нам важна лишь сама идея Что теоретически мы могли бы восстановить сигнал полностью без потери информации Эта идея очень хорошая Она говорит нам о том, что все то, что мы здесь делаем это на самом деле не какой-то ущербный метод который всегда что-то теряет Хотя бы в идеальном случае мы получаем дискретный сигнал, который в каком-то смысле эквивалентен исходному, аналоговому Поэтому дискретное видео, аналоговое видео это на самом деле почти одно и то же Если вы его правильно подготовили Ну хорошо, давайте вот на этом месте Видите, мы с вами сегодня сделаем паузу Потому что дальше мы должны уже все вот эти накопленные нами знания использовать для того, чтобы дискретизировать и сигнал, и спектр Но я думаю, что мы уже со свежими силами продолжим это делать на следующей лекции Конечно же, используя все те формулы, которые были выводены сегодня Их надо обязательно запомнить Хорошо, тогда пока на этом все Да Какой? Какой спектр? Ну какой спектр? Ну это, нет, это просто лямбда маленький, это независимый аргумент Спектр, это у вас значение функции f в точке лямбда маленькая То есть в каком-то точке лямбда Ну в каком-то, да В какой-то точке лямбда у вас либо есть значение спектра, либо его нет То есть вы можете нарисовать график f от лямбда, это будет график спектра Вот, ну а как считается мы с вами как раз поймем через пару лет когда дискретизируем до конца Мы сведем это вот все к уже не интегралам а к некоторым суммам конечным суммам Там будет видно как считать То есть есть функция, если бюро не дал крылья и спектр это как раз оба значения и не дал крылья Ну, не оба значения, а сами значения Сами значения? Да Ну, понимаете, здесь слово спектр оно такое вот, жаргонное можно сказать То есть иногда его употребляют как чтобы охарактеризовать значение функции Иногда это точки аргумента Иногда это просто график То есть по спектрам может иметься все что угодно Потому что раньше это было собственное значение Да, но мы про это забываем У нас сейчас никаких собственных значений нет Сейчас спектр это вот эти вот лямбда и ф от лямбда Функция ф от лямбда Ну, спасибо Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр!